Производство шкафов, стульев, тумбочек уже поставлен на поток. Правда, пока не массово. Осужденные отрабатывают частные заказы и муниципальные контракты. Изготавливают мебель для самих колоний, алтайских школ и медучреждений. В производственном цеху ЛИУ-1 работают пять нарушителей закона. За прошлой неделю мы сделали порядка 10 шкафов. На сегодняшний день изготовили 26 стульев, упаковали. Качество, я могу сказать, что высокое здесь, за этим мы следим. На сегодняшний день в Барнаульской колонии ежемесячно продают мебель на 1 миллион рублей. Но могут и больше. Если придется замещать мебель из Икея, о чем сейчас активно говорят СМИ, то однозначно потянут. Есть оборудование и руки. Кстати, мебель, которую производят в колонии, не только качественная, но и проста в сборке. Она очень простая в сборе. То есть найдет как в разборном виде, упакованная по элементам с инструкцией, как она собирается. Как обычно, просто мебелью в любом. Пришли в магазин, купили, там есть инструкции, вы сами собрали. Любой потребитель. То есть получается инструкцию вы тоже какие-то... Прилагаем, да, конечно. Если продукция осужденных массово выйдет на российский рынок, возникает вопрос, не отнесутся ли покупатели к продукции скептически. Будут ли ее покупать? На этот вопрос рассуждает любитель продукции шведской компании. Никто не будет делать по дизайн-проектам и макетам шведской компании. Поэтому вряд ли они смогут выйти тоже на этот уровень. Но в плане того, что это делают зэки и какое-то предвзятое отношение, это, наверное, этого не будет. Такая разница, кто сделал. Главное, чтобы работало. Барнаульские маркетологи говорят, идея замещения иностранной мебели товарами осужденных сама по себе хорошая. Вот только есть нюансы. Только Икею этим заменить нельзя. Просто потому, что Икея – это не равно производству мебели. А у ФСИНа получается именно так. То есть Икея – это производство мебели. А Икея – это технология продаж и технология логистики. Очень продвинутая на самом деле. Поэтому я не думаю, что у ФСИН способен это заменить. Ушедший с российского рынка шведский гигант предоставлял огромную площадку и решал за производителя вопросы логистики, рекламы, доставки к потребителю. Может ли у ФСИН предложить не только качественную мебель, но и особенный подход к делу? И могут ли другие российские предприятия стать альтернативой зарубежным производителям? Пока большой вопрос. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.